Медицины интересуются поголовно все. Сначала это любопытство, связанное со строением человека, потом это физиология, гормоны и рождение детей, а потом, увы, болезни. Так с каждым прожитым годом человек не только пополняет ассортимент своей домашней аптечки, параллельно он стремится стать многопрофильным специалистом, как в области своего личного здоровья, так и в медицине в целом. Не является ли это ошибкой? Наша программа готова ответить на любые, даже самые сложные вопросы. Известный деятель американского движения за здоровое питание, бизнесмен и шоумел Пол Чапио Сбрэк в своей знаменитой книге «Как дожить до 120 лет» говорил «Спешите в свою память огненными буквами. Здоровье, сила и энергичность человека зависят не от возраста, а от состояния его позвоночника». И хотя сам автор не дожил до 120 лет, а умер в возрасте 81 года от инфаркта, тот факт, что здоровье позвоночника влияет на состояние других органов и систем, остается важным фактом. И прежде чем начать нашу сегодняшнюю беседу, предлагаю посмотреть небольшой сюжет об анатомии и физиологии, этой важной части человеческого тела. Позвоночник человека – это очень непростой механизм, правильная работа которого влияет на функционирование всех остальных органов и систем тела человека. Анатомический позвоночник состоит из 32 или 33 позвонков. Это 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 3-4 копчиковых, между которыми расположены 23 межпозвоночных диска. Связочно-мышечный аппарат, межпозвоночные диски, суставы соединяют позвонки между собой. Они позволяют удерживать его в вертикальном положении и обеспечивают необходимую свободу движения. При ходьбе, беге и прыжках эластичные свойства межпозвоночных дисков значительно смягчают толчки и сотрясения, передаваемые на позвоночник, спиной и головной мозг. Физиологические изгибы тела создают позвоночнику дополнительную упругость и помогают смягчать нагрузку на позвоночный столб. Позвоночник является главной опорной структурой нашего тела. Без позвоночника человек не мог бы ходить и даже стоять. Еще одной важной функцией позвоночника является защита спинного мозга. Сегодня в гостях у программы «Тело человека» врач-невролог, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии с курсом реабилитации и психиатрии, кандидат медицинских наук, доцент Усова Наталья Николаевна. Здравствуйте. Добрый день. И традиционно в нашей студии двое студентов Гомельского государственного медицинского университета, которые будут нам сегодня помогать. Передача «Померить их знания, которые они уже приобрели в университете» это Валерия Боярская и Андрей Сукора. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Давайте мы с вас и начнем. Мой первый вопрос к вам следующий. Очень интересный вопрос. Существует мнение о том, что космонавты, находясь в космосе, подрастают на целых 5 сантиметров. С медицинской точки зрения, с чем это может быть связано? Ну и вторая часть моего вопроса следующая. Перелом позвоночника. Как влияет на рост волос? Существует ли такое влияние и с чем оно связано? Пока вы будете готовить свои ответы, мы продолжим нашу беседу. Наталья Николаевна, и мой первый вопрос будет такой. С какими заболеваниями позвоночника или вообще чаще всего обращаются пациенты к вам, к врачу-неврологу? Вопрос очень важный и очень актуальный. Я хочу сказать, во-первых, что проблемы с позвоночником и боль в спине – это тот вопрос, с которым очень часто обращаются к доктору-неврологу и к доктору-терапевту, и вообще могут прийти к любому специалисту. Приведу немножко статистики. Каждая третья жалоба на приеме у врача-интерниста, у врача-терапевта – это жалобы на боли в спине, на боли в позвоночнике. Поэтому разнообразие пациентов и разнообразие патологий чаще всего люди обращаются с так называемой неспецифической болью в спине. Что это такое? Это когда под воздействием либо механических факторов, либо мы будем сегодня говорить про остеохондроз позвоночника, изменений, возрастных изменений в позвоночнике. У пациента наблюдаются боли и напряжение мышц, и это называется так называемый рефлекторный синдром. На втором месте стоит, как причина болей в спине, это сдавление нервных корешков. В спинном мозге у нас проходит, в позвоночном канале проходит спинной мозг, и отходят нервные корешки. Они могут сдавливаться различными структурами, костями, связками, мышцами, сухожилиями. И это вторая по частоте причина обращения именно к неврологу. Ну и не очень часто, но это обычно самая сложная категория пациентов, это когда пациенты обращаются с какими-то специфическими проблемами. Это могут быть метастазы в кости, в позвоночник. Это могут быть, например, туберкулезные натечники и сдавление спинного мозга за счет специфического процесса. Это могут быть воспалительные изменения позвоночника. И обычно эта категория пациентов требует к себе особого внимания. Их немного, но они нуждаются в срочном лечении и диагностике. Спасибо, Наталья Николаевна. Скажите, пожалуйста, еще, такая тенденция у многих заболеваний, это их омоложение. Какого возраста пациенты обращаются к вам чаще всего? К нам обращаются пациенты любого возраста. И проблемы боли в спине – это вопрос, начиная от самого молодого возраста и заканчивая пожилыми и стариками. Чаще всего боли в спине возникают все-таки у лиц трудоспособного возраста. И это связано с тем, что это наиболее активная категория людей. Люди, которые активно двигаются, активно работают, идет нагрузка на позвоночник. И, естественно, возникает болевой синдром и проблемы с позвоночником. Второй пик заболеваемости – это пожилые. Известно, что наиболее такое распространенное заболевание – это все-таки остеохондроз. По статистике, до 85% населения страдают остеохондрозом. И существует такое еще мнение, что это все-таки дегенеративное заболевание, которое чаще наблюдается в возрасте. Вот как ваша практика показывает, действительно ли это возрастное заболевание, или оно может быть и у молодых? Я немножко уточню этот вопрос. Остеохондроз в понимании обывателя и в понимании врача – это немножко различные процессы. Для врача, для невролога – это больше рентгенологический симптом изменения позвоночника. То есть, когда происходят изменения в межпозвонковом диске, у нас позвоночник состоит из так называемых позвоночных двигательных сегментов. Это функциональная единица движения позвоночника. Это два позвонка и межпозвонковые диски, которые находятся между позвонками. Вот этот вот диск, который служит амортизатором, пружиной между позвонками, он с возрастом изменяется, потому что из диска уходит вода, потому что мы ходим, и он просто, вот если говорить немедицинским языком, снашивается, и это называется остеохондрозом позвоночника. Остеохондроз в норме начинается с 25 лет. И это процесс, который идет у всех людей. Но, второй вопрос, будет ли болеть при остеохондрозе позвоночника спина или не будет? Вот это во многом зависит от пациента, от его образа жизни, поведения, и мы будем с вами еще говорить об этом. И это зависит от наследственной предрасположенности, от того, чем человек занимается. Может, он грузчик, например. То есть, вообще вывод такой, что остеохондроз все-таки это рентгенологический такой, да, как бы диагноз, но не у всех это будет болеть. Иногда это может быть находкой. Это так может быть? Да. Остеохондроз, он просто у всех на слуху, все про это знают. И, наверное, врачам проще и понятнее для человека объяснять, что у вас есть остеохондроз, и у вас от этого болит спина. Наталья Николаевна, ну мы уже начали говорить о том, что все-таки есть какие-то тревожные моменты, но мне хотелось бы немножечко это все, как бы, в общем сказать. Для наших соотечественников, к сожалению, характерно такое, как самодиагностика и самолечение. И считают, ну что, есть мазь согревающая, когда она хорошо щипет на коже, это самый хороший будет эффект. И так они и лечатся, наши соотечественники. Ну а когда это не поможет точно, когда только обращение к врачу и специфическое лечение нужно. Очень хорошее замечание, да, по поводу народных способов лечения болей в спине. Можно писать просто трактаты. Вот. Но есть действительно симптомы, мы называем это красные флаги. Когда необходимо стопроцентно обращаться к врачу и обращать на это внимание. Во-первых, когда болевой синдром в позвоночнике длится долго. То есть, если спина болит неделю, две, три, пожалуйста, обратитесь к врачу и обратите на это внимание. Затем, если у вас появляются какие-то симптомы, кроме болей, то есть это может быть онемение ноги, если болит шея, то это онемение руки. Прострелы болей до стопы в ногу, то есть это симптом того, что затрагивается нервная система, нервный корешок. Если у вас онемела какая-то часть конечности или часть туловища, если особенно появилась слабость в ноге или в руке, говорят, ой, нога стала цеплять. Вот иду, цепляет нога. Обратите на это внимание, это важный симптом того, что страдает функционерная система, сдавливается корешок. Ну и, конечно, симптом, на который немедленно надо обратить внимание, это если появились нарушения функции тазовых органов. То есть если человеку сложно стало мочиться, либо появились затруднения при дификации, однозначно надо обращаться к врачу, и это очень нехороший симптом, который надо разрешать. Ну и вот такая ситуация, которая со многими встречается достаточно часто. Резко нагнулся человек, и у него появилась резкая боль, и разогнуться он уже не может. Так называемое защемление нерва, в народе говорят. А правильно ли это с медицинской точки зрения, и что это на самом деле? С медицинской точки зрения это называется люмбага. Это острейшая боль в спине, причем эта боль часто возникает у людей молодого возраста, естественно, кто у нас таскает тяжести, и кто у нас активно ведет штангу, поднимает в тренажерном зале. Вот эта проблема связана с тем, что межпозвонковый диск от большого усилия не выдерживает и немного смещается в сторону окружающих тканей. Чем характерен позвоночник? Ткани позвоночника очень хорошо иннервируются, то есть там очень много болевых рецепторов. И любое вот такое вот изменение движения биомеханики, оно может вызывать выраженный болевой синдром. Вот при люмбаге это и происходит. Для того, чтобы позвоночник дальше не смещался, мышцы рефлекторно напрягаются, то есть организм сам себя пытается защитить от этого, и он просто блокирует этот сегмент, и поэтому человек вот как он согнулся, так он таким образом приезжает к нам в приемный покой. Люмбага является экстренным показанием для госпитализации. То есть если такая проблема случилась, не надо ничего выдумывать, надо ехать в больницу и лечиться. Лечится она достаточно неплохо, это состояние, но... Главное вовремя это начать делать, да, а не пытаться самим все-таки все теми же согревающими кремами избавить себя от боли. Ну, просто люмбага настолько сильная боль, что вряд ли человек сможет ее самопроизвольно купировать и точно приедет в больницу. А случившись один раз, это потом уже чаще повторяется, или это не значит абсолютно? Если правильно пролечить, то это не значит, что в следующий раз надо бояться вот этого момента, что он случится. Нет, это не значит. То есть это может быть... У любого может никогда не повториться. Спасибо, Наталья Николаевна. Ребят, ну я думаю, что у вас было достаточно времени для того, чтобы подготовить ответы на мой первую часть вопросов. Скажите, пожалуйста, я напомню вам ее. Космонавты, пребывая в космосе, могут подрасти на целых 5 сантиметров. Как это объяснить с медицинской точки зрения? И вторая часть, рост волос, как связан с переломом позвоночника. Ну что, кто первый будет отвечать? Я отвечу. Хорошо, Валерия, пожалуйста. При длительном нахождении в космосе рост космонавта увеличивается на 3%, то есть это составляет 3-5 сантиметров. При этом происходит увеличение роста только на время пребывания в космосе. При возвращении на Землю рост и позвоночник принимает нормальное состояние, каким оно было до полета. Этот феномен связывается с тем, что позвоночник как бы теряет свои изгибы, мышцы в невесомости расслабляются, и зазоры между позвонками увеличиваются. Таким образом удлиняется позвоночный столб и увеличивается рост. Специалисты придумали специальное упражнение для космонавтов, а также разработали костюм, который называется пингвин. Этот костюм делается в два этапа. Первый этап – это делать слепки из верхней половины туловища, голова, шея, грудная клетка. Второй этап – это слепки из нижней половины. Именно поясничный отдел позвоночника, крестец и копчик. Все это способствует сжатию позвоночника и удерживает мышцы позвоночника в тонусе. Здесь погрешность недопустима даже на один миллиметр, иначе космонавт может не вернуться домой. И в ближайшее время ученые собираются провести ультразвуковое исследование на Международной космической станции, дабы минимизировать эти последствия. И еще один интересный факт – то, что на Земле в течение 24 часов рост человека может изменяться на 2 сантиметра. Утром после сна ночью позвоночник расслабляется, и таким образом увеличивается примерно где-то на 2 сантиметра. А к вечеру опять может сжиматься и уменьшаться. То есть кто хочет казаться выше, надо именно утром измеряться. Хорошо. Вторая половина моего ответа, наверное, Андрей будет отвечать. Пожалуйста. Что касается роста волос и перелома позвоночника, то тут двоякая ситуация. Если при переломе позвоночника произошло повреждение нервных стулов, то возможно нарушение роста волос, а также другие проблемы, связанные с кожей. Это появится драблась кожи, она станет сухой, она станет морщинистой. Если же не произошло повреждение нервных стулов, то кожа не изменится. То есть это фактически как трофика кожи, Наталья Николаевна. Все ли правильно наши ребята ответили? Какие-то, может быть, комментарии у вас еще есть? Хочу добавить по поводу роста. Когда мы приходим с работы, и рост наш уже уменьшился, что необходимо делать? Обычно мы приходим, натрудившись и уже с болями в спине. Существуют специальные разгрузочные позиции. Самое простое – это лечь на спину и под ноги положить одеяло, или два одеяла, или подушку. То есть чтобы приподнять немножечко. Да, чтобы ноги были в согнутом положении, согнуты в тазобедренном и коленном суставе, то есть уголком вот таким. Вот в этой позиции мышцы позвоночника расслабляются максимально и увеличивается расстояние между позвонками. Межпозвонковый диск самопроизвольно вправляется. Вот это позволяет нашим пациентам, ну, что грех отойти нам с вами, уменьшить боли и расслабиться после трудового дня. И второе упражнение, которое мы можем делать – это повисеть на турнике. Буквально три подхода в день по пять минут. Не надо подтягиваться, мы можем не качать мышцы, мы можем просто повисеть на турнике, когда наше тело вытягивается под весом, под собственным весом. И это позволит нам сохранять свой рост в течение дня. Спасибо большое, Наталья Николаевна. Ребят, ну, у меня есть еще к вам второй вопрос. Поэтому скажите, пожалуйста, какие заболевания другие внутренних органов могут тоже инициировать боль в спине? То есть человеку кажется, что это проблема со спиной, но на самом деле это другие заболевания. Ну, готовьте ваш ответ. Ну, а мы пока продолжим нашу беседу. Наталья Николаевна, не секрет о том, что утром гимнастика – это хорошо. Но в то же время, наверное, есть некоторые упражнения, которые особенно при заболеваниях позвоночника не являются физиологическими, скажем так, или могут способствовать каким-то заболеваниям позвоночника. На примере наших зрителей в студии мы, может быть, покажем эти упражнения, которые не очень физиологичны. Вы знаете, очень хороший вопрос, и я действительно хочу пригласить нашего участника программы. Вот скажите, пожалуйста, как вы поднимаете тяжесть? Я покажу, да. Да. Вот так, встаем. И вот тут же создается та ситуация, которую мы получаем люмбага. То есть мы нагнулись и тянем что-то, тянем тяжесть. Напрягаются мышцы позвоночника, вес распределяется, и, вероятнее всего, неравномерно, и происходит перенапряжение. С одной стороны диск смещается в сторону и сдавливает нервные структуры, раздражает рецепторы. Вот это положение однозначно неблагоприятно для спины. Поэтому вес надо поднимать, и я вас попрошу продемонстрировать. То есть надо присесть, взять двумя руками и поднимать ногами вес. Мышцы ног у нас очень сильные, в отличие от мышц позвоночника, которые для переноски тяжести не предназначены. И второй вопрос. Вот если вы приезжаете на дачу, в каком положении вы обычно полите траву? Ну, чем-то напоминает, да, только встаем, уже можно встать, уже дача закончилась, да. Тоже напоминает, но только статическое положение. Уже вес мы не поднимаем, но статическое положение тоже неблагоприятное для позвоночника. Поэтому обращаюсь к нашим телезрителям. Когда вы занимаетесь огородными работами или решили помыть пол, существует масса приспособлений для этого. То есть вы можете взять швабру, пылесос. На огороде вы можете постелить клееночку, поставить скамейку для того, чтобы максимально разгрузить спину и исключить вот эти вот неблагоприятные позиции. Спасибо большое. Если брать виды спорта, то для спины неблагоприятные. Тяжелая атлетика, естественно. Мы поднимаем, увеличиваем свой вес. Это езда на велосипеде, это прыжки на батуте. То есть вот эта вот нагрузка, она неблагоприятна. Если человек занимается бегом, то он должен позаботиться об обуви. Чтобы она подходила под поверхность, по которой он будет бегать. Это асфальт, либо это какая-то земляная дорожка. Это разные поверхности. И чтобы обувь подходила под спину и под суставы данного человека. Ну а если говорить все-таки, вот вы назвали та же тяжелая атлетика, ведь есть те, кто ею занимается, увлекается. Молодежь штанги очень часто поднимает. Может быть, есть какие-то приспособления, которые разгружают немножечко позвоночник? Может, какие-то ремешки специальные и так далее? Ну, естественно. Во-первых, есть техника. То есть самое главное, правильно выполнять упражнения. Вес надо поднимать правильно. Вот как продемонстрировал наш зритель, необходимо распределять вес равномерно, стараться поднимать ногами. И если говорить про специальные приспособления, штангисты, все вы видите ли, они одевают пояса, одевают корсеты. Если говорить про нашу обычную жизнь бытовую, направляю наших телезрителей на то, что ношение корсетов возможно, оно облегчает и позволяет профилактировать боли в спине, но не более двух часов в день. То есть если вы хотите хорошо поработать, перетащить пианино на девятый этаж, пожалуйста, одели корсет, во время нагрузки поработали и этим сберегли свою спину. Но если вы работаете 8 часов, 10, 12, корсет, такое время носить нельзя. Мышцы позвоночника должны работать, иначе они атрофируются. Ребят, ну было достаточно времени, давайте сейчас мы озвучим, какие еще проблемы у внутренних органов могут вот эти боли в спине давать. Кто первый, Лера? Да, я начала. Боль в спине является распространенной проблемой, и прежде стоит рассказать о том, что нужно проверить, прежде чем с уверенностью сказать, что действительно болит спина. Так как боль в спине сопровождает заболевания женских половых органов, предстательной железы у мужчин, почек, сердца и желудочно-кишечного тракта. Начнем с женских половых органов. Здесь стоит обратить внимание женщин, которые любят прогревать эти боли в спине. Боль в спине встречается при, как симптом, при кистах, яичниках, также при болезненных менструациях, пациентах с эндометриозом, при спаечной болезни, при воспалении придатков, и даже при внематочной беременности, что требует экстренной госпитализации. И в таких случаях здесь не то, что не бесполезно прогревать спину, но и запрещено. Опасно. Да, опасно. Для диагностики здесь нужно провести уже ультразвуковое исследование органов малого таза. При заболевании предстательной железы, тут уже стоит обратить внимание мужчин, давно ли они проверяли состояние предстательной железы, так как заболевания предстательной железы сопровождаются не только болями внизу живота и в промежности, но и также боли в спине. Здесь уже стоит обратиться к врачу-урологу. При заболевании почек боль в спине чаще локализуется по бокам, куда укладываются ладони. И стоит подозрить заболевание почек, если эта боль локализуется односторонне. Для этого нужно провести анализы мочи и ультразвуковое исследование почек. Также боли в спине могут вызвать проблемы с сердцем. Например, если у человека возник инфаркт миокарда, то помимо типичного течения, которое появляется боли за грудиной, возможно появление болей в спине, то есть между лопаток, которые эридируют в руку. Также боли в спине могут вызывать проблемы с поджелудочной железой, с желчным пузырем, с кишечником, с желудком. В общем, список можно продолжать долго, но обычно боли в спине появляются не в одиночку. То есть помимо болей в спине могут быть диспепсические явления, могут быть боли, которые в других локализациях расположены. Разобраться с проявлениями заболевания, вызвавшего боли в спине, поможет врач-терапевт участковый, либо же врач общей практики. Он уже побеседовал с пациентом, проведя обследование, назначив дополнительные методы обследования, рентген, ЭКГ, назначив лабораторные исследования, уже сориентирует пациента с его диагнозом и назначит соответствующее лечение. Ну что же, подводя итог сегодняшней нашей беседы, мне хотелось бы несколько главных правил, которые помогут нашим телезрителям сохранить здоровье их позвоночника. Во-первых, позвоночник для того, чтобы быть здоровым, он должен двигаться. Поэтому нужна регулярная правильная физическая нагрузка. Это может быть лечебная физкультура. Это может быть тренажерный зал с правильно подобранными упражнениями. Универсальным упражнением для спины является плавание. Поэтому, пожалуйста, ходите два раза в неделю в бассейн и по часу занимайтесь плаванием, и это только улучшит состояние позвоночника. Обращайте внимание на мелочи. Есть очень хорошая пословица, что дьявол в крайностях, а Бог в мелочах. Вот мелочи, каким образом вы берете предметы тяжелые, каким образом носите сумки, моете пол, пропалываете огурцы на грядке? Возможно, вы это делаете неправильно, и от этого болит спина. Спросите у доктора, и он вам поможет разобраться, может, вы что-то делаете неправильно, и смена повседневного стереотипа движения вам поможет и позволит избавиться от болей в спине. Правильное питание, о котором мы уже говорили. Контроль своего веса как в большую, так и в меньшую сторону. Ну и хорошее позитивное отношение к жизни, потому что депрессия и плохое настроение однозначно вызывают увеличение болей в спине и прогрессирование болевого синдрома. Поэтому я хочу пожелать всем, в первую очередь, оптимизма и хорошего настроения. Большое спасибо, Наталья Николаевна, за нашу сегодняшнюю встречу, за такую продуктивную беседу. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!